Родословная харьковская теоретическая физики выглядит примерно таким образом. На верхней ступеньке Ландау, непревзойденный Дау, глава, патриарх, эталон. Следом, как верные оруженосцы, Ильмех и Аи, Лившиц и Ахиезер. Довольно странные для непосвященного сокращения имен, на самом деле отнюдь не упражнение в остроумии и не дань моде. Дело в том, что засекреченная тематика Уфти, где все вышеупомянутые рыцари физики, не жалея сил, превращали харьков в центр научной мысли, не позволяла обнародовать фамилии руководящих сотрудников. Вот и получилось непревзойденное трио гения со странными именами, где в симфонии формул, теорем и, казалось, неразрешимых задач, каждый сыграл свою сольную партию. Впрочем, Ильмех расшифровывается довольно просто – Ильяс Мехматов. А остроумные физики пошли еще дальше, и к 50-60-летним юбилеям выпустили юмористический журнал «Успехи физических или механических наук». Это, конечно, была шутка. А вот Ленинская премия, присужденная Илье Михайловичу Лившицу при жизни, а после смерти – многочисленные научные конференции в разных точках мира, где продолжают блистать идеи, на много лет пережившие своего автора. Это уже абсолютно серьезно. Его вклад в науку огромен. Сверхпроводимость даже, электронная теория металлов. За работу по физике низких температур он награжден был премией Британского королевского общества естественных наук. Это премия имени сэра Фрэнсиса Саймона. В последние годы он увлекся биофизикой, биополимерами, совершенно новая область. После 50-ти начать новую область, хотя в прежней области у него есть огромные заслуги, успехи, и можно продолжать развивать, это, в общем, определенное мужество надо проявить. Илья Михайлович Лившиц родился в Харькове 13 января 1917 года. В центре Харькова, вот в этом доме на Сумской, проходило его детство. Воспитание детей отец, известный врач Михаил Ильич Лившиц, считал важнейшим делом своей жизни. Изучали три европейских языка. Два дня в неделю говорили по-английски, два по-французски, два по-немецки. В воскресенье отдыхали, говорили по-русски. Старший брат Ильи Михайловича, Евгений, владел иностранными языками прекрасно. Сам Илья Михайлович слабее. Через много лет на вопрос жены, почему он знает языки хуже брата, ответил, а я в детстве молчал. Занимались братья и музыкой, игрой на фортепиано. И здесь уже Илья Михайлович перещеголял брата. Он даже поступал в консерваторию и в возрасте 16-18 лет решал дилемму, что сделать своей профессией, музыку или науку. Рассудил, что для профессиональных занятий музыкой его способностей недостаточно. И чем можно сделать вывод, что гениальные физики – это несостоявшиеся музыканты? Шутка, конечно, хотя... Романтическое отношение к науке – вечные поиски изюминки. Отождествление красивого метода решения с истинным произведением искусства. Что это, как не привнесение гуманитарного мышления в точную науку? Илья Михайлович до конца жизни давал сольные концерты. Играл в дуэтах и трио, причем на высоком профессиональном уровне. И это не мешало ему собрать уникальную коллекцию марок, ставшую чуть ли не национальным достоянием. В 21 год защитить кандидатскую диссертацию. В 24 – докторскую. Вместе с их ездером возглавить после отъезда Ландал Харьковскую школу теоретической физики. Сделать фундаментальные научные открытия. Воспитать целую плеяту выдающихся ученых, среди которых более 40 докторов наук. И при этом остаться человеком простым и скромным. Без всякого академического и столичного налета. Без тени суетности, напористости, поверхностности. Любой человек может прийти, обсуждать с ним. Иногда ужасную муру. И он как-то умел объяснить, что это чепуха, но так, что человек нисколько не обижался. То есть он обладал большим тактом. Существует интересная теория провинциальности как свойство немецкого сознания. Ну, скажем, можно ли представить себе Баха или Канта, работающих в Париже? Илья Михайлович, очевидно, тоже был по-немецки провинциален в этом баховско-кантовском смысле. На протяжении своей долгой научной жизни он неоднократно получал предложение переехать из Харькова. Востребованность ученого такого ранга неудивительна. Удивительны его многочисленные отказы. Ведь даже столь необходимое ученому общение с зарубежными коллегами было в Харькове практически невозможным. И лишь в 1969 году он по предложению Капицы возглавил после смерти Ландау теоретический отдел Института физических проблем в Москве. Очевидно, посчитал своим долгом продолжить дело учителя. Любопытная деталь. На это место Ландау пригласил Харьковского лившица, а не его старшего брата Евгения, который уехал в Москву еще в 1939 году вместе с Ландау. И все эти годы был его правой рукой. Впрочем, это назначение отнюдь не привело к братоненавистничеству. А история двух братьев не имела ничего общего с библейским Миссавом и Иаковом, а тем более с Каином и Авелем. Евгений Михайлович Лившит-старший 14 лет работал под началом младшего брата. Ценил его физическую интуицию и математическую одаренность. Часто обращался за советами. А главное, гордость за младшего брата сохранилась у него на всю жизнь. Илья Михайлович Лившит умер в 1982 году от инфаркта. Коллеги рассказывают, что он продолжал работать даже в больнице, несмотря на запрет врачей и суровую бдительность жены. Его рукописи и семейные фотографии, его уникальная коллекция марок и так о многом говорящие личные вещи. Все осталось в Москве. Неумолимая прихоть истории забрала у Харькова не только статус столицы, но и людей, которые этот статус создавали. И даже материальные напоминания о них стерло время. На доме, где родился Лившит, с места мемориальной доски благодарные потомки поместили другие надписи. На месте Института математики, где проходил его знаменитый семинар, сегодня станция метро. Когда-то Ландау назвал Харьков удельным княжеством, где княжи всемогущий Ильмех. Интересно, что бы он сказал о нашем городе сегодня? Нет.